На паркете манежа универсального спорткомплекса Подмосковья завершился первый тур игр западной конференции париматч высшей лиги по мини-футболу России. В последних матчах встречались три команды Северная Двина из Архангельска, Ираэра из Иркутска и бронзовый финалист прошедшего сезона Щелковская Газпромбурение. После победы архангельских футболистов над клубом из Иркутска с минимальным перевесом 5-4 в следующих двух играх в борьбе за выход во второй тур могла появиться занятная интрига, что собственно и случилось. Для Щелковцев игра с Северной Двиной из Архангельска стала настоящим испытанием на хладнокровие и выдержку. Если поначалу все шло, что называется, под диктовку наших футболистов, им удалось забить первый гол, захватить инициативу и завершить первые 25 минут встречи со счетом 3-1, то вот во втором тайме что-то у Щелковцев не заладилось. Они пропустили два гола. Причем можно понять эмоции гостей. Третий их гол сравнял счет и ставил перед Газпромбурением очень непростую задачу. Проигрывать нельзя категорически, но и ничья для наших футболистов в этой игре немалая неожиданность. Щелковцы бросились на штурм ворот противника, а так было предостаточно, но игра так и завершилась со счетом 3-3. Следующая встреча с клубом Ир Айра из Иркутска для футболистов из Газпромбурения, они в белой форме, была последней в первом туре. После неожиданного ничейного результата этот раз не просто нельзя было проигрывать, но если даже и побеждать, то обязательно с перевесом не менее чем в два гола. И вот тут Щелковская команда однозначно выложилась на все 100. После первого гола, который забил Никита Илько, напор был таким сильным, что первый тайм завершился со счетом 3-0, а второй фактически разгромом противника 8-0. Итак, результат есть. Щелковская команда Газпромбурения по итогам игр первого тура вышла во второй тур Западной конференции париматч Высшей лиги по мини-футболу России. Впереди у них одна из самых сложных игр сезона с серебряным финалистом команда из Москвы КПРФ-2. Приглашаем поддержать нашу команду всех любителей футбола. Игра состоится в универсальном спорткомплексе Подмосковья 19 сентября в 14 часов. Андрей Циханович, Михаил Трушин, Щелковское телевидение.